Всем привет, ребят, с вами Костя, и читая комментарии под своими выпусками ловли читеров, я понял то, что много людей не знает, как получить патруль в CSGO, и в этом видео я вам с этим помогу. Поехали! Для начала давайте разберёмся, что же такое патруль. Благодаря патрулю вы получаете возможность просматривать демки игроков, которых остальное комьюнити пометило как читеров. Если сказать немного проще, то просто зарепортило их за читы. На самом деле попасть в патруль или же Overwatch довольно-таки сложно. Чтобы попасть в патруль, вам нужно как минимум за один день собрать около 30 репортов от разных игроков. То есть шанс попадания в патруль обычного чистого игрока равен шансу, наверное, выпадению ножа из кейса. Даже если вы чистый игрок и никогда не играли с читами, и вдруг вы попали в патруль, а такое может быть, и отрицать это просто бесполезно, то вам не стоит волноваться, потому что ваши демки будут просматривать огромное количество игроков, начиная от Gold Nova 1, заканчивая какими-нибудь глобалами и сотрудниками Valve. Хотя информация о том, что окончательный вердикт вносят сотрудники Valve, нигде не подтверждена. Вы, наверное, спросите, почему Valve сразу не сделала хороший античит вместо патруля? А я вам отвечу всего лишь одним словом. Это прибыль. Причём прибыль очень большая. Да и в принципе, поразвлекать игроков каким-нибудь патрулем, думаю, тоже неплохо. За всё время существования патруля в CSGO было забанено свыше 100 тысяч человек. Признайтесь, число не маленькое. Ну а теперь давайте перейдём к главному вопросу, как же получить этот самый патруль. Если бы я записывал это видео месяц назад, то я бы вам сказал, для того, чтобы получить патруль, вам нужно 150-160 побед в матчмейкинге и звание Gold Nova 1. Ну а поскольку недавно вышло обновление Overwatch Out of Beta, где ребята из Valve обновили патруль. В общем, ближе к теме. Теперь, чтобы получить патруль, вам будет недостаточно иметь те же самые 160 побед в матчмейкинге и звание Gold Nova 1. Теперь будут учитываться ваши победы в матчмейкинге, ваш ранг на матчмейкинге, ваши часы в CSGO, ваша личная статистика и ваш ранг профиля, ну или же PrivatRank. Также хочу заметить то, что патруль не выдаётся ребятам, у которых звание Silver, и у которых есть Vakban. Vakban именно на CSGO. Также вам не нужно отправлять никаких заявок, что-то подписывать, что-то где-то заполнять, чтобы получить патруль. Патруль вам будет выдаваться при определённых условиях автоматически. Конечно, это происходит не моментально, потому что помимо вас в CSGO играет ещё более 300 тысяч человек. На данный момент, чтобы получить патруль, вам нужно набрать от 150 до 160 побед в матчмейкинге, звание Gold Nova 1, иметь более-менее среднюю статистику и также часов в CSGO от 300 до 500. И также ранг профиля не меньше, чем пятый. Хочу заметить то, что эта информация не точна на все 100%, потому что пишут одно, а на деле происходит совсем другое. Лично я получал свой патруль ещё по старой системе, где учитывались только ваши победы в матчмейкинге и ваши звания. Ну а теперь давайте плавно перейдём к вопросу, как же ловить читеров через патруль в CSGO. Если у вас уже есть патруль в CSGO, вам нужно кликнуть на кнопку «Загрузить дело», после чего дело у вас загрузится, вы нажимаете «Рассмотреть случай», у вас загружается демка и вы просматриваете демку с вашим подозреваемым. Запомните, все ники игроков в патруле скрыты. Что ники тиммейтов The Suspect, что ник самого The Suspect, что ники его противников. Они все скрыты. После того, как вы просмотрели демку с вашим подозреваемым, у вас появляется приговор патруля. Перед тем, как выносить приговор патруля, пожалуйста, прочтите его описание. Это на самом деле очень важно и очень нужно сделать. И после того, как вы прочитали это описание, вы можете выносить вердикт. Вердикт выносится по четырем пунктам. Это серьезное нарушение помощи в прицеливании, серьезное нарушение помощи в обнаружении, серьезное нарушение других вспомогательных средствах и последний четвертый пункт – это мелкое неподобающее поведение. Давайте разберемся эти четыре пункта подробнее. Серьезное нарушение помощи в прицеливании. То есть под этим пунктом подразумевается то, что подозреваемый играл с триггером, аимом или сайлент аймботом. Под вторым пунктом подразумевается то, что The Suspect играл с ВХ, то есть он знал, где находятся его противники, видел их, наверное, через стену, в общем, я думаю, вы поняли. Под третьим пунктом другие вспомогательные средства, к этому можно отнести какой-нибудь банихоп, спидхаков, лайхаков в CSGO нет, за это моментально банит ваг, так что тут, наверное, будет один банихоп. И последнее мелкое нарушение, неподобающее поведение, к этому можно отнести следующее, The Suspect руинил бы катки другим игрокам, сидел все время на респе, убивал специально своих тиммейтов, не дефьюзил бомбу, сливал куда-нибудь бомбу, закидывал, прятал бомбу от своих тиммейтов, в общем, вел себя так, чтобы слить катку своим тиммейтам. Также хочу заметить, если вы просмотрели демку и вы не уверены на все 100%, что The Suspect, к примеру, играл с ним ботом, триггером или с ВХ, но странные моменты какие-то были, то ставьте недостаточно доказательств. Вы не говорите, что этот The Suspect играл без читов, вы просто говорите, что за эту демку, которую вы просмотрели, вы у него ничего сверхпалевного не увидели, и на все 100% не можете сказать, что он читер. То есть вы его не разбаниваете, просто говорите, что тут у него ничего не было. Потому что после того, как человек попадает в патруль, просматривается несколько его демок. Не одна какая-то демка, а несколько его демок. Потому что, может быть, в одной игре он играл без читов или просто по-жесткому пытался не палиться с ними, играя с ВХ, он просто тупо давал своим тиммейтам инфу. А на другой демке он уже в наглую с этим ВХ и палился, за что получил огромное количество репортов и попал в патруль. В моем же случае The Suspect просто в наглую играл с ВХ. Ну а если вы еще раз хотите просмотреть эту демку, вдруг вы что-то там не поняли, что-то не увидели, что-то не заметили, то выбирайте отложить судебное решение и просматривайте демку еще раз. А на этом я с вами прощаюсь, с вами был Костя. Если вам понравилось это видео, то покажите это своей подпиской и лайком. Также можете показать это видео своему другу, вдруг он чего-то не знает. В общем, всем удачи, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok